Нам традиционного после матча пресс-конференца, посвященного встрече 29-го тура Слави Мозырь, футбольный клуб Гобель, премьер футбольного клуба Гобель, Никита Сергеевич Викторович. По вашим услугам, комментируйте, пожалуйста, сегодняшний день. Всем добрый вечер. Первое, что хочется поблагодарить болельщиков, то есть Мозырских и Гобельских, в такую не совсем комфортную погоду пришли поддержать, создали хороший антураж матча, поэтому благодарность им. Вторая благодарность футболистам, обеих команд, которые продемонстрировали хорошую содержательную футбол, который держал напряжение в зону все 90 минут. И в таких погодных условиях в целом показали достойный футбол. Единственное, чего не хватило, наверное, в сегодняшнем матче, это забитого гола. Поэтому цифры-то отражают, скажем так, на табло, действительно, то, что происходило. Спасибо, перехватываю к вопросам. Пожалуйста. Указалось, что Мозырский тайм, а первым больше игрок от Левославия, но уже в втором Гобель перехватил силу. Чего не хватило, чтобы забить гол? Ну, скажем так, да, наверное, первый тайм Мозырь был предпочтительный, вторым тайм, наверное, мой, скажем так, в первом тайме у них были голевые моменты, а в втором, как бы, у нас, скажем так, чего не хватило, ну, наверное, не хватило, забитого мяча не хватило. Почему? Наверное, оборона, скажем так, сегодня преобладала над атакой. Все хотели как бы не проиграть, поэтому, наверное, более так, скажем так, осторожно. И из-за этого появился результат. Поэтому, я думаю, как Гомель, так и Славе хотели обыграть. Счет 0-0. А в целом, как вы можете отценить сезон для Гомеля? Было ли он успешным или эту ступень как будущим совершением? Либо, может, не получилось, что хотели? Понятно, что не все гладко проходило, как хотелось, как планировали изначально. Есть еще один тур, проанализируем. Но в целом, я думаю, что оценку даст наше руководство в большей степени. Спасибо большое. Антон Павлович. Еще один, может быть, практический момент. Обычно выпускали Козловского после Фаги. И сейчас в этом матче решили выпустить уже двух нападающих, чтобы Козловский с Фаги вместе действовали. Ну, мы как бы и до этого наигрывали два нападающих, как бы Фаги и Денис. Поэтому игра как диктовала, как по усилению атаки нам, как бы, делать такую связку, как бы Фаги, как Козловский. Поэтому здесь ничего такого как-то. Спасибо, еще вопросы есть? Давайте Сергею Викторовичу поблагодарим за песню. Спасибо большое. Спасибо.